всех приветствую с вами я веган христолюб и сегодня поговорим о кресте христовом распятии по самом распятие христа и его проявлениях как символики в разных видах небольшое предисловие большое не умею я говорить коротко поводом для записи видео явился комментарий сейчас я его зачитаю и я даже ну как не удивился был уверен что в принципе когда-то где-то я уж говорил потому что вопрос такой по моему не в первый раз задается и возможно на нее просто отвечал но кто помнит как то давно разные виды практиковал ответов на вопросы и когда я отвечал и в онлайне в прямой трансляции или просто там за неделю в сборной солянкой все это куда-то терялось хотя эти ролики смысл конечно есть но они так скажем без особых названий там может и были ответы но теперь их не найти до хотя и неоднократно такой встречал и не только у себя у кого-то еще может быть я там под какими-то у кого-то проповедников роликов такой в комментарии вопрос встречал ну и думаю надо записать чтобы уже конкретно обозвать ролик это так и будет называться крест христов или распятие христа и так и так наверно как назову всего одну строчку и давайте сочетаю вам комментарии к ролику как раз иконы образы в церквях икона поклонения заповедь не створи себе кумира кстати по моему я тоже не помню это либо отдельно ролик либо ответ на вопрос но здесь уже есть такой красивый значок ну там речь конечно немножко другом шла хотя кстати в том ролике возможно есть тоже ответ я уж не знаю раз человек все равно заставить такой вопрос возможно или не понял или там все-таки не было более пространного точного ответа сегодня я его дам жека кача не видно там дальше фамилия youtube сокращает название имени не хочу богохульствовать или показаться глупым но люди так утыкали землю крестами что у меня возникает такой риторический вопрос хоть и риторический я на него отвечу да как как на не риторический к себе лично обращенного если бы верили воскрешение возвращение кеннеди ну кто и узнает кто не знает это американский президент который был застрелен публично то везде бы наставили снайперских винтовок вопрос вот такой вот комментарий и поэтому мой вопрос еще и вот жалко и в продолжение своему этому предисловие я перешел хотел бы не досказал да я перешел на другой формат со временем что сейчас я если какие-то вопросы набегают особенно по одной теме я делаю скриншоты как вы сейчас видели уже не читаю там в живую с личного кабинета ютуба и даже если есть один вот но такой достаточно интересный нужный вопрос на который я считаю нужным ответить обязательным даже для себя а если еще и не один набегает какой там вопрос или комментарий то я группирую тогда вот как раз видео получается посвящена какой-то одной узкой теме я и значок хороший делаю стараюсь и название понятно что потом уже с кем-то можно было делиться и самому больше уже не напрягаться в ответе над ней те же вопросы и кому-то кстати кому приходится тоже с кем-то может этими делиться мы и моим творчеством да моими всеми этим проповедями ответами в частности и вопросов около этой темы можно приблизительно сейчас самому накидать если у вас в голове они есть я думаю что они либо отпадут либо вот как раз вы прослушав это видео на них найдете ответы либо когда вам будут задавать и поймете что этот ролик под ответы на эти вопросы подходит это и зачем вы носите крестики да кто там православные католики пусть разные формы там да допустим с нижними перекладин ими нижними с разными изображениями христа там с разным расположением рух и ног и частности там гвоздей как там прибивали все это да сейчас это в сторону уберем может быть скажем об этом тоже но это сейчас не суть вопроса более косвенным начнем с центральных вопросов таких тем да вот но сам факт зачем в эту носите зачем это там изображено или там на куполах эти кресты или кирхах там да неважно каталлических зданиях на протестантских на любых любой маленькой секты до татуировки есть в виде креста и распятия изображение иконы какие угодно там дощечки все что угодно да кресты и вот на кладбище до ставят над могилой кто понимает крест от распятия чем отличается крест просто неважно тоже какой он форма может быть кстати равна такой сторонний он может быть неравной может быть с разными с подножной перекладины или нет но это крест он сейчас чем от распятия когда мы вообще слова употребляем крест или распятие попаться конечно крест христов трудно уже самого христа на принципе надо и просто говорят крест крест вот принципе человек же жека этот в комментарии уже не крест христов он сказал крестами а распятие это где изображен уже иисус ну неважно виде изображение 2d или это скульптура какая-то мини как крестик или большая и суть важно на здании где угодно на стене там может висеть это деревянный крест там с распятием именно христа этим отличается крест от распятия но по сути для христианина порой это неважно изображен там христос или нет вот сейчас мы дойдем до моей тату да тут в принципе самого христа нету да но здесь есть прожилка красная в самом 1 5 то есть тоже как символ самого христа просто когда особенно мелкое изображение сделать тут уже человека просто физически невозможно и творчески невозможно да ну физически как угодно исполнить эту творческую задумку вот поэтому единство можно было это вот так вот немножко отделить по сути это крест но для меня это крест христов то есть распятие христова да у меня есть еще на груди достаточных размеров распятия вот там так скажем полноценное распятие да вот здесь не получается на руке вот но смысл понятен да сразу начну все-таки раз этот комментарий был основания по нему пройдемся роликами получается длинные кому интересно тут посмотрит но кому нет тому нет я никогда не подстраиваюсь под слушателей зрителей веду свой личный дневник как я говорю кто хочет тут смотрит по поводу этого комментария ну тут не совсем опять корректно на мой взгляд постановка вопрос конечно любой вопрос и глупый вопрос только тот который не задан был велели размышления комментарии сейчас не прям камень в огород джеки но сравнение не совсем правильно во первых действительно если бы да кабы бы да то есть если бы люди бы верили возвращение к н1 но они не верят единственное мировоззрение человечество которое верит возвращение одного единственного человека бога человека бога кто там как конечно христа исповедует сейчас тоже три вопрос оставим за гранью сегодняшнего ролика на тему есть тоже много видео но сами исповедую христа богом являвшимся во плоти самом настоящем да и если бы да кабы бы но в возвращение кеннеди никто не верит а возвращение христа верит и здесь жека он как бы сразу ассоциирует что крест о чем мы сегодня будем говорить это как что символ или орудия самое настоящее символ орудия даже тогда правильно можно сказать символ орудия убийства христа и конечно же если верить как он аналогию проводит с возвращением кеннеди то тогда надо везде автоматы поразвешать если какой-то там благословенного пусть даже может праведника убили посредством электрического стула и везде что электрические стулья повешать или по изображать вот но во первых если бы да кабы бы кеннеди никто не верит возвращение то скажем да как миссии тем более как бога во плоти и это раз во вторых даже если уж прям глубоко вдаваться и так как я себя во времени ограничу я вдамся да ну кеннеди убили не с его согласия да то есть киллер убил его против его воли издалека пусть и публично что нами одной из единственных таких совку можно аналогии с убийством христа пришел был публично это было хотя и христа хотели кстати тоже тайна конечно убить да вот но все-таки в концовке сделали публично то христос сейчас я к этому потихоньку подвожу он сам о себе сказал что никто не может забрать у нее эту жизнь ибо он бог пришедший в плоти и по тем деяниям его жизни которую мы читаем мы видим что в отличие от кеннеди который не властен все равно так скажем на своей жизнью до чтобы никому ее не отдать и как мы видим человек захотел ее забрал то мы видим что иисус повелевал всем природы животными бесами людьми да то есть и он прямо говорит особенно для так для тех людей в отличие на джеки кто исповедует таких как я кто исповедует христа богом пришедшим во плоти который в мгновение бытия управляет всем своим творением и мы видим что даже он точно так же как давал жизнь давал здоровье возвращал укрощал бури повелевал и управлял бесами да куда им там отправиться то есть мы видим что ему не было ничего не подвластного есть на так как христос был абсолютным богом любовью воплотившийся он эту силу свою божественную творческую никогда не употребил на зло но мы прекрасно видим по налоге раз он может давать жизнь воскрешая мертвых даже четырехдневного полу разложившегося лазаря давать здоровье тем кто пони под десятками лет не ходил до которого все атрофировался лек спокойно встает идет мы понимаем что если иисус бог может сделать одно то может сделать и обратное противоположность он дает жизнь и что может легко одним своим словом как мы видим по евангелию он делает не за счет каких-то маме маги бубенов вопрошение к отцу небесному он этого не делает он делает это единственно своим силой желанием и словом ему нет ничего не подвластно потому что он и есть творец мира с такой точки зрения я естественно буду со своей точки зрения это же я говорю я как все там знаете православный очень любит я грешно грешно супер грешный ничего не знаю вот святаться и нет я знаю это моя точка зрения и она соответствует истины я провозглашаю истину иисус бог и с этой точки зрения все тогда складывается есть разница между кеннеди между иисусом кеннеди не властен был и он не хотел умирать и не отдавал свою жизнь его убили там на параде или как угодно назовите да на этом шествии да там неважно каком-то про про праздничном христос сказал что я сам пришло время и он сам отдает эту жизнь он самоубийца нет но пришел на землю для того чтобы деятельно что явить ту сущность и которая сегодня не раз употреблял это божественная сущность любовь и любовь не только к любящим не только к ближним родственникам и ближним пусть даже незнакомых тебе людей на пути жизни то встречающий встречающимся но и даже самих врагов твоих которые людей которые тебя не только хотят и на самом деле убивают именно для этого как он сказал он и пришел делом а потом словом в некоторых местах в некоторых местах наоборот сначала словом потом дело все очень много говорил о том что он совершит такой поступок отдав себя в руки грешников в концовке его сделал ты надо делал потом проповедовал после того как сделал что надо так же делать как я вот но смотря какие поступки каждый пять секунд себе не отдашь на убийство это был конечным финальным поступком что явившим нам настоящую природу бога это не было заповедь с небес любите врагов сам бог там сидит орешки щелкает до в молочных берегах или как там до в райских кущах нет бог сошел с небес показать нам реальный путь что он сам его прошел и год все вы кто хочет быть там такими же как я должны этим путем пройти и научиться чему превратить свою природу изменив ее деятельно явив это любви любовью даже к врагам поэтому это по поводу вообще аналогии сравнения там кеннеди ну и всех 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 смертей на земле со смертью христа да и опять всегда жертва вот это христова вот это его поступок отдание себе в руки грешников и вот этой вот крестной смерти до мучительный и всем тем испытанием что присут предшествовали этому у вас высота этого поступка и пик вы скажете ой да в жизни кто только не отдавал там и на войне отдает и просто бывают защищают и бросаются действительно и в огонь и воду и матери там детей своих и достают и сами умирают пожарники когда вы поймете когда вас иисус глазах будет чем больше вас возрастать как бог на то что к этому не сразу люди обычно приходят когда вы признаете не сыном божьим ни одной ипостасью троица там еще папа мама дух святой нет сам настоящим богом творцом неба и земли одновременно личностью одновременно все создавшим когда вы поймете что это бог вас все станет на свои места то что он действительно мы люди очень зачастую действительно когда нам такое испытание посылается кто себя анализирует но не каждый обладая властью и силы будь терпеть такое когда у нас власти сила мы порой даже оскорбление в свою сторону не стерпим а тут такое твое творение плюет тебе в лицо жестоко мучает и убивает тебя и чем ты понимаешь что у него была власть никто бы к нему вообще не прикоснулся и он позволяет это с собой делать вот тогда у вас все вот эта высота и сразу высота поступка одновременно проявляется вот и все канаде не отдавал добровольно себя обладая властью до пальцем пришплендить и этого киллера и заказчика если за ним стоял там так и непонятно как всегда у нас только исполнителей находит но не суть да вот так вот поэтому конечно сравнение не совсем верно мягко скажем как я уже пытаюсь объяснить вот а так она вообще некорректно и та же снайперская винтовка или что там получается орудие убийства кеннеди это действительно лишь так скажем фактически мертвое сухое безжизненное орудие не в себе ничего не несущие да потому что я грудь в этого все все то что я вам рассказывал это невозможно вложить в крест христов мы вкладываем поступок и вспоминаем поступок христа начинается он со всей жизни ведь иисус говорил что пойди продай все там раздай менее нищим отрекись от всего и только тогда взяв крест приходи следуй за мной то есть вся его жизнь была крестоношением сначала конечно психическим психологическим подвергаясь всем этим унижением гонениям если вы хорошо знаете евангелие с нет могу вам всем посоветовать вместе со мной его почитать на канале христа люб библии чтение библии иных писаний то мы из евангелия видим что у христа хотели убить в первый день его проповеди когда он в своем родном городе встал в синагоге и прочитав исаев дал свое толкование а точнее сказал что о том о ком говорит иса это он и есть это он пришел освободить пленных измученных что захотели с ним сделать его сразу потащили на край города который на горе стоял чтобы сбросить оттуда он удалялся кто как-то там просочился от них отбился и удалился и больше не потом пришел через некоторое время в свой город но уже когда стало немножко известно когда уже побаивались его просто так взять и сделал как выскочку хотели у просто да просто вот вам уровень иудейского народа иудейской секты в то время взять собственного прихожанина взять пойти просто с горы сбросить за то что он там может даже возомнил себя христом какая разница просто убить человек ничего не для них вообще не стоило как орехи щелкнуть последние естественно дни и все и вообще это вся вся эта ситуация со христом вся его жизнь весь и вот этот поступок его до когда человек вот почитайте даже евангелие действительно хоть в нем много искажений и недосказок есть прямое вранье даже неважно в каком переводе будет читать синодальном там не знаю короля иакова новым русском даже эту жизнь христа которая до нас дошла через эти бумажки через все эти религиозные секты и культы она же она прекрасна я про свою жизнь классе действовал говорил что я для себя когда впервые в жизни вообще прочитал тогда евангелие тоже больше десяти лет назад я ничего большего в жизни лучшего и высшего не встречал я хочу удивился причем ты читаешь не художественную литературу не роман реальность так ты исторические события ты вправе конечно им сколько-то доверять не доверять верить не верить но тогда я читал особенно в те годы я тоже там доверял истории но действительно не так еще углублялся в такие познания насколько он там правде вы или нет я всю жизнь конечно там искал истину стремился ко многим познаниям но как-то к истории так было более-менее я читал без всяких там вот есть есть я в основе положил аксему что но это все вот правда допустим я читаю и я удивился это мягко сказать а вообще конечно да рассказал своей жизни у меня есть целый канал отдельно обо мне где я там делюсь каким-то своими всеми прошлыми мыслями о прошлом своем о настоящем о будущем найдете его всегда в описании тоже я свою историю рассказывал конечно это я мягко сказал что удивился на самом деле я был тогда сражен божественной любовью его примером жизни его сущностью вот этой а когда полгода уже изучая этот евангелие все время вчитываясь я рассказывал что там очевидно раз его читая и дочитывая там на газончике рядом с домом под яблони райской яблонькой такая ну знаете маленькие ранеточки их называют большое правда дерево это не маленько старая старая вот уже одичавшая но все время усыпанная райскими яблочками вот под этим райским яблочком при очередном прочтении при очередном вот этом заканчивание чтения где я просто рыдал от того вообще насколько я всегда был достаточно добрым всегда заступался за слабых там за вдовицы за детей за женщин за нуждающихся еще что-то вот хотя конечно в моей жизни говнеца хватало тогда до покаяния каких-то злых поступков но именно тогда читая конечно я удивлялся что вы пристали к человеку за что вы убиваете он столько из евангелия видно по крайней мере что он делает только добро сам иисус говорит за какое из добрых дел хотите побить меня камнями предъявить вам не нечего ему говорят не за добрые дела да а за то что ты вот богохульствуешь что было в первый день в синагоге там своем городе в крайне что в конце этим же сам заканчивается просто они придумали свою секту вот ты проще не говоришь ты должен умереть это во всех странах всех городах всю жизнь у нас до сих пор он в россии идет такой же чуть против скажи кого не все системы государственные религиозные не важны все голову на плаху можешь ложить смело никакой свободы слова свободы мысли мир рабов и господ конечно же я тогда рыдая от того что я переживал все это понимаю насколько это прекрасно со стороны христа и насколько это ужасно со стороны людей и тогда очередной раз я и тогда я увидел это еще виде 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 все перечитывая не раз свою жизнь и тысячи раз прочитал евангелие я рассказал что я покаялся я знаю что христос стоял рядом со мной я чувствую его да и я тогда как говорят отдал ему свое сердце я действительно сказал я хочу быть таким как ты вот такой человек я хочу бы я хочу за таким человеком идти я хотел бы имеют такого друга таких друзей и естественно сам бы хотел таким быть как я буду сам я дерьмо буду да но ходить с хорошим человеком не вот но уже в евангелии все читаешь но это просто естественно не как там православные протестанты, все это католики любят. Я грешник, грешник, супергрешник, но я буду со Христом. Нет, ты не будешь. Подобное соединяется с подобным. Ты можешь быть таким же, только как он. Тогда ты будешь с ним. Я сказал, я буду таким же. Вот тогда было мое крещение как это говорят, Духом Святым. Без всякой воды, без всяких попов, пасторов, кого угодно. Членов секты моей какой-нибудь, любых вожатых, пионеров, неопионеров. Просто я и Господь, и все. С того дня, конечно, жизнь моя сильно изменилась. Вот так вот. Поэтому, что для меня вот этот все поступок? Если это Джека, может, я ему, если найду этот комментарий в ответе, дам ссылку на этот ролик. Крест, который, или распятие, которое христиане везде, как, скажем, показывают, изображают, вылепливают, все что угодно, да? Для них это символ. Символ. Символ свободной, добровольной, жертвенной любви. Божественной любви. Да, это орудие его убийства, на которое он согласился добровольно, чтобы доказать мне, тебе, что Бог есть любовь. Не на словах. Без явления Христа Иоанн Богослов мог и так спокойно сказать, Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Любите врагов ваших. Мог Иоанн Богослов говорить. Мог Иоанн Креститель говорить. Да кто угодно мог говорить. Кто будет делать это? А ты сам-то сделаешь. Бог мог с небес даже, да, как бы через них говорить. Они говорят, вот мне Бог сказал, как Моисей там говорил, да. Хотя Бог-то им одно говорил, а он уже передавал, что был способен через свое сердце пропустить и передать людям. Да. К сожалению, фильтр был, мягко скажем, не очень хороший. Ну, хорошо, через хороший фильтр. Иоанн Богослов нам бы говорил, любите врагов. И я вам еще раз говорю, что как бы ни один человек не смог бы убедить нас в этом. Именно Иисус, обладая полнотой власти, нас только в наручники закуй. Если мы через пять минут передумаем и заднюю включим, будем, ой, не-не-не-не, отпустите, все-все, я попытаю нас, мы можем сдаться. У нас нету власти, у нас нету власти подумать, чтобы они все умерли тут же в секунду, тех, кто нас там арестовал, пытается убить, да, или казнить. У Иисуса была эта власть, ему достаточно было просто, как я говорю, как он вдыхает дыхание жизни, будучи Богом в каждого человека. То же самое, ему достаточно вот так было сделать и забрать это дыхание жизни. Никто бы к нему не прикоснулся, ни одно живое существо. но он этого не делает. Более того, всем говорю, заметьте, он не то, что не делает этого. Если вы вдумаетесь в это, в то, что я говорю, просто я вот почему говорю, даже удивляюсь, у меня такого ролика отдельно нет, конечно, надо вместе со мной тогда почитать Евангелие. Как я говорю, где-то я и на проповеди канале об этом безусловно говорил, говорю, уж я всегда об этом говорю, но просто не в таком прям контексте в ответе на такой вопрос. При чтении Евангелия, естественно, обо всем я этому говорю. Вы вдумайтесь в то, что этот бог, висящий на кресте, умирая от жестоких страданий по плоти, он не просто не забирает жизнь, он дает жизнь тем. Он дает жизнь, силы, энергию, здоровье своим палачам, своим судьям сначала, арестантам, полицаем, судьям, палачам, дает силу творить такое с ним. Вы вдумайтесь в это. Об этом потом будет говорить апостол Павел, познав эту любовь. Враг твой голоди, накорми его, жаждет, напои его. Это тот, кто сам убивал, причем даже не врагов, а вот опять хулители иудаизма, церкви, первых христиан. Познав эту любовь, стал другим и чему учил. Вот Иисус делает это. Все, кто его арестовывали, судили, убивали, они потом, как я говорю, спокойненько, шли домой. Мы видим, они там-то веселились прямо под распятием его. А уж потом-то, тем более, приходили домой, выпивали венца, тешились со своими женами, веселились со своими детьми, праздновали со своими дружками. Кто дает им эту жизнь, здоровье? Бог. Кто этот Бог? Иисус Христос. Когда вы это, вот это все поймете, ну, тогда все изменится. Это очень важно, вот это понимать. Очень важно. Сам этот поступок. И вот чем у вас... Да, не признавая это, почему я так всегда топлю за это, это очень важно. Если вы это поймете, тогда все у вас встанет на свои места. И такие вопросы, и подобные вопросы, у вас сразу все будут уходить. Тогда вы понимаете, что это такое. Поэтому опять возвращаемся. Символ креста-то, распятия особенно, да, если на нем изображен, в частности, Христос. Символ чего? Можно его сравнить с винтовкой, там, из которой был убит Кеннеди, и всем, всем подобным смертям, и всяким вот этим поступкам в жизни. Нет. Плюс я говорю, вы никогда его не сможете, вы можете, конечно, с годами, со временем, с поступками, вот дойти до такого. И дело не в том, что вы сейчас физически действительно не можете, не вы даете жизнь этому человеку вас там убивающему, но познав однажды вот такую вот любовь, вы внутри это, вы понимаете, если вы уже врагов ваших во время вашей там казни, там, у нас в жизни более мелких ситуаций много, каких-то унижений, оскорблений, обид, когда вас забирают, может быть, деньги, материальные вещи, здоровье, может быть, забирают ваших близких, убивают там или еще что-то, какой-нибудь маньяк, а потом вы его увидите на суде, и вы способны благословить этого человека, опять не путайте, не знаю, сегодня стоит ли вдаваться об этом, а вообще о любви, об этом я тоже много говорю в отдельных роликах, что такое любовь там к ближним, к родным, к друзьям, к посторонним людям, к хорошим или к плохим, в частности, к врагам, которые, к людям злым, которые общают тебе зло, там не надо путать, конечно, все прощения, гладения по головке, это огромная разница, когда Иисус публично молился даже за своих распинателей, Он явил свою сущность, внутреннее желание, чтобы все познали истину, и когда они обратятся, когда, как Иисус говорил, когда покаяться, принять, Бог принимает любого человека после покаяния, любого, самого изверга, и мы должны прийти к этому, но Он принимает какого грешника? Кающегося. Нельзя, не может грешник войти в рай. Не может Бог простить и человек простить того человека, который не просит прощения, не кается. когда Иисус говорит о прощении или вот сам показывает нам это в той же самой молитве за врагов, за своих распинателей, Он показал внутреннюю сущность, Он не сказал, что это вот, они в рай войдут, это внутренняя сущность Христа, Он нам прокладывал путь. Мы не слышали голос Отца с небес, да, 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 я их по головке поглажу, все вместе с тобой в рай войдут, этого не было. Иисус нам явил сущность свою, божественную, какой мы должны достигнуть. Но речь не шла гладение их по головке, их поступков, одобрение этих поступков, нет. Эта внутренняя сущность покается, поэтому там убийца своих детей, конечно же, вы должны с ним говорить, вы должны довести человека призвать к покаянию и довести до покаяния. Если надо, он должен искупить свой грех, покайтесь и сотворите более того. Сам Иисус говорил и делами это, и учил нас так, и докажите свое покаяние, сотворите плоды, достойные покаяния. Вы знаете, человек, который убил ребенка, допустим, чье-то там, в виде этих родителей где-нибудь там на суде, его даже если они простят, его бы сейчас же отпускали из зоны, он бы сам бы не вышел. Это было бы доказательством его поступка. помните, как у Достоевского в этом преступлении наказания и в братьях Карамазах вернее. Карамазов-то я должен искупить, я должен пострадать, да. так и есть. Ну или остаться на воле, я не знаю, что тогда он в рабство должен отдаться этим родителям и, конечно, не вернешь там ребенка, но это ребенок, это может взрослый человек, может это была там девушка, юноша, может он кого-то там убил, может он должен был ухаживать за ней, может у них иждивенец есть, может есть жена, дети, тогда он должен просто рабом становиться и свою жизнь полагать, это будет доказательством его покаяния. И тогда и природа тех людей изменится, сначала они прощают умом, это умовое прощение, умовая любовь, Иисус говорит, да, не желайте ему зла, примите любого человека, но потом и только сердце ты изменишь тех, кому ты сделал больно, только послужив им, действительно доказав свою, что ты изменился, что ты понял, мы все бессмертны, надо понять, убив там вашего ребенка, ребенок бессмертен, это человек злой, его надо пожалеть, в том плане, что надо его изменить, надо сделать все, чтобы он изменился, естественно, первое, это его призвать к покаянию, это не глади, не поголовки за то, что он убил, это призыв к покаянию, но это не месть, не кровь за кровь, это самый настоящий любвеобильный призыв к покаянию, ты сделал зло, человек, ты понимаешь, вот так вот, поэтому все это по поводу распятия, мне кажется, я уже достаточно сказал, но еще раз, вот у меня, у меня было когда-то и даже мои старые ролики, можно посмотреть, там беседы, еще помню, у меня в одной комнате, где я там жил, в Пузево, распятие было на кресте, даже вот она попадала специально в видеозаписи, потом я помню, кто помнит, Сергей Козлов в Воронеже, парализованный, уже он ушел в иной мир, он мне тогда сделал большой плакат тоже, он, по-моему, я не помню, он не попадал даже в это, я его повесил, чуть-чуть, потому что он даже не перемещался, а, я его сделал напротив себе, на стене, да, я его потом там оставил, ребятам, вот, сейчас у меня даже и своих-то нет, то раз пять уж давно я кому-то подарил, я помню, этот плакат вот там остался в этом, в ребят, сейчас у меня есть картина, кто знает, мой любимый прощальный ужин со Христом, учеников, там, запад я сам делал, ну, заказывал печать, рамка там была, она была у отца в квартире, в Воронеже, в моей комнате, я ее только недавно сюда перевез, сейчас вот здесь справа на стене висит, у меня есть ролик, и хочу еще, уже есть у меня плакат там, где Христос овечку обнимает, прижимает на холсте, я уже заказал, надо только повесить сейчас тоже, ну, и так как я в новом доме тут маленьком живу, пока особо-то и некуда все эти красоты вешать, ну, я, конечно, вот опять, видите, люблю сам эти вещи, естественно, и вот, пожалуйста, у меня уже, ну, лет сколько там, не знаю, лет 8 назад я распятие сделал на груди, она через майку просвечивается немного, да, но она не доделанная, там тоже так с мастером и не получилось, я планирую, кстати, сделать хорошо, и вот буквально, кстати, свежая работа, это, может, пару недель, месяц уж, может, прошел, я вот сделал на руке, у меня левый рукав весь посвящен, Бог, любовь, крестолюб тут, вот видите, опять тут маленькое распятие, такое чисто тоже, ну, а, кстати, тут даже не крест, а прям распятие, вот там все-таки видно, что это как бы символ Христа, я не знаю, вы так не увидите, тут у меня Иисус написано, тут Бог, любовь, люби ближнего, как себя, ничего не видно, этот вам, короче, и вот с этой стороны, твори добро, Бог есть любовь, и вот распятие, в сердце, вот, для меня, для других, и для меня, для других, как проповедь, да, ну, по поводу татуировок, и особенно, таких вот, христианских, там, с распятием, тоже, я много раз говорился, не буду, конечно, в этом ролике, наверное, опять какие-нибудь появятся, кто все это не понимает, смысл этого проповедь, и себе, и памятка, и свидетельство, есть один православный, священник, здравый, кому интересно, я попросить, я дам ссылку в комментариях, закрепленном на этот ролик, где он говорит, что, ну, вот он о татухах, нормально отзывать сам, и он раз говорит о христианских татухах, вот об этих распятиях, особенно там, что ты свидетельствует, что это вызов, что ты действительно, а многие ли это сделают, да, ты уже просто так не смажешься, и не отречешься, как у нас многие, чуть-чуть, да, это, это, лишь свидетельствует, по крайней мере, о таком, как я, что это очень серьезно, да, вот, и другие, для них это свидетельство, и твои их намерения, и лишний повод поговорить об этом, да, сразу от чего-то там, верующий, да, верующий, и засвидетельствующим о Христе, и по поводу, вот я, видите, сейчас заставочку такую поставил, с иудеем, законником, да, который думает, размышляет, хорошая иллюстрация, тоже мне очень нравится, тут, кстати, очень хорошая иллюстрация, мы к этому уже потихоньку заканчиваем, я не знаю, что я еще не сказал, я надеюсь, все понятно, почему крест, почему распятие, почему христианин, его где-то всячески, оппозиционирует, там, у меня есть, вы же видите, всегда, и, вот, в Христолюбе, в логотипе, и кто видел, сейчас у меня есть такой, а, да вы в конце ролика увидите, такой бьющийся, это вообще моя, как бы, роспись такая, да, и, я хочу ее, такую, на шее тоже сделать, вот, она, ну, ну, сейчас включать не буду, в конце где-то, ну, вы виделись, кто уже мои ролики смотрит, кстати, все вещи многие не мной, изобретены, я сам, может, пользуюсь чужим, каким-то худотворством, что-то я доделываю, могу там немножко доработать тоже, вот, но вот эта вот картинка очень хорошая, но о кресте, я говорю, по-моему, все, я говорю, надеюсь, это понятно, то есть, это символ, хоть это и орудие, но это орудие, и сам этот поступок, и сами эти события, рассказывают, мне, в частности, напоминают, а другим рассказ все действует, о чем, о жертвенной, любви Бога к человеку, и о сущности природы, бытия, ибо Бог и есть, вся эта природа, и все это бытие, и вся эта сущность, и именно крест, именно вот этот пик, как говорит, самый апогей вот этот, это именно жертвенная, жертвенная, любовь Бога к человеку, который мог эту любовь не проявлять, не показывать, так скажем, именно проявив и показав, он доказал и убедил, каждого из нас, что Бог есть абсолютная любовь, не к любящим только, не к ближним, не даже к каким-то там средним негодиям, нет, к самым-самым последним негодяям, которые просто, которые становятся просто бесами, дьяволами во плоти, против тебя причем, не против кого-то, и ты любишь этих людей, ты желаешь им покаяния, в каком плане любишь, ты не целуешься ноги, Иисус не целовал им туфли, он ученикам был ноги, но не тем, кто его убивает, не убийствует, но он терпел все зло, не отвечал, злом на зло, более того, как мы видим, как он сам учил и проповедовал, в том его ученике, он добром, любовью отвечал на зло, терпя, я говорю, даже если мы глубоко, кто дойдет до этого, дорастет до этого познания, что Иисус был Богом, что он давал жизнь, радость, здоровье, даже своим убийцам, но при этом не одобряя их поступков, внешне, внутренне, тайно давая им это, ну и публично, мы видим, он не мстил, добро им не нужно, и он ничего сделать, видим, и не мог доброго, они ненавидели его, всем своим нутром, все, что он мог внешне проявлять, это не мстить, добро им никакого внешнего не надо, знаете, когда ты ненавидишь человека, кто это, мы все переживали в жизни, особенно до покаяния, раз у нас было, да, да ты хоть что им делай, даже будешь ноги целовать, он тебя отбрыкнет, отойди от меня, мне даже это противно, поэтому Иисус никого внешнего добра ему не мог проявить, да, вот, особенно когда ты там, уже распятый висишь, то есть он показывал это, и то, вот словом, этой молитвой, помню, да, какое еще высочайшее нужно нам доказательство, вот, сколько я уже жую, я надеюсь, я ответил на этот вопрос, то есть распятие и крест для христианина, это не орудие просто смерти, убийства, некоего там проповедника даже, нет, это реальное свидетельство, свидетельство, память о том, что он сделал, это, у меня другой ассоциации не возникает, поэтому как бы это было неприятно, да, конечно, никакой радости, такой психологически, конечно, я не садист, не мазохист, то есть я сам бы, никакой никогда никому не сделал, я не мазохист, чтобы на это смотреть и радоваться, но мы живем где? В мире, лежащем во зле, и ты об этом всегда помнишь, и зло все время нас окружает, все время кто-то, кроме, против нас, что-то делает, и вот это вот, может быть, иногда видение, иногда такие вещи даже помогают остановиться, вот так вот, и вот на этой картиночке очень хорошо, в комментарии очень хорошо был затронут вопрос воскрешения, Иисуса, как видите, на этой картиночке этот вопрос, кто-то очень хорошо изобразил, понятно, что мы проповедуем, Христа распятого и воскресшего, любовь, свободу и бессмертие, Иисус свободно, добровольно пришел на землю, все это добро творил, добровольно отдал себя, и вознесся, оставив людям свободу, даже искажать Евангелие, его жизнь, учение, абсолютная свобода у человека, жизнь, вечность, бессмертие, которую он тоже нам доказал, он нам доказал, что он свобода в себе и для нас, он жизнь в себе и для нас, показал, что он спокойно воскрешает четырехдневных умерших, разлагающихся, и сам спокойненько воскрес, да, вот, ну, естественно, любовь, и вот по поводу воскресения, конечно же, мы проповедуем, да, поэтому это очень важно, но я говорю, это я к тому, что, знаете, не раз я встречал, вот, сейчас не могу, вот я, видимо, никогда не сохранил такой комментарий, или где-то он тогда был, и я его проходил, я говорю, где-то я отвечал, конечно, все эти вопросы, и такие были лично, даже под моими блогами, под моими видео, или где-то там в личку, типа, что вы там, надо Христа, типа, вот живого тогда уж, воскресшего, в этом же смысл, да, да не в этом смысл, ты можешь жить вечно, и быть вечным, где, аду, и быть вечным дьяволом, это, три сущности, как всем говорю, как у православных любят эту формулу, к троице там применять, нераздельно, неизменно, ничего там, неразлучно, я уж ее не помню, ну, кто православный знает, там этот собор, где-нибудь там эту формулу придумали, я говорю, вот вы ее сюда примените, очень удачненько будет, любовь, свобода и бессмертие, это и есть сущность бытия, это и есть сущность Бога, всех нас, и в том числе, конечно же, и Бога, приходящего в оплоти, Иисуса Христа, они нераздельны, это вещи, это, конечно, все важно, но обладая свободой и бессмертием, ты можешь быть дьяволом, именно в этом контексте Иисус и говорил когда-то о вечных муках и вечных наслаждениях, вечные муки существуют, да, только до тех пор, пока человек сам хочет этих вечных мук, сколько он будет зло творить, Бог не знает, он дал ему свободу, в этом контексте Иисус говорил, да, будут вечные муки, да, он же не знает, когда человек захочет оттуда выйти, он сказал, когда выйдешь, выйдешь оттуда, когда отдаешься до последней копейки, когда полностью отречешься от зла, тогда выйдешь, поэтому это очень важно, мы, конечно, проповедуем Христа, распятого и воскресшего, но мы не проповедуем Христа, только воскресшего, а распятого и добровольно, если уж три сущности подчеркиваем, любовь, свобода и бессмертие, я все говорю, что Иисуса добровольно распятого, пришедшего, пожившего, так творившего добро, добровольно отдавшего себя на распятие, чтобы явить нам эту любовь, и которую он и являл, и воскресшего, и воскресшего, конечно же, вот так вот, поэтому, да, ну, Кеннеди, если бы воскрес, а Иисус воскрес, ну, поэтому, и просто в одной, ну, символ бессмертия, это опять же, это спираль Фибоначчи, как он называет, но у него правильное название, не Фибоначчи же ее придумал, он лишь ее описал, уж если правильное выражение, к науке применять всегда, это описание ученые делают, того, что есть в мироздании, это бессмертие, это спираль, вечно раскручивающийся символ, и вечно закручивающийся, у меня она, кстати, вот как раз на этой стороне, где Божий рукав, у меня тут вот символ бессмертия, в спирали Бога есть, да, Бог бессмертен, поэтому, ну, в принципе, если опять же в картинах, в иконах, ну, это и полно, где изображения, а вот, кстати, действительно, в плане скульптуры какой-то, вот, ношение, да, действительно, то есть крест, ну, потому что, превыше всего любовь, если ты дьявол, ты и жить, ну, грубо говоря, тебе зло не может существовать, оно само себя пожирает, только любовь имеет значение, это просто самый пик, потому что это все хорошо, ну, по идее, это и любовь должна быть добровольная, добровольно проявляемая, добровольно принимая, поэтому, по идее, ни от чего не отречешься, это вот сущности, которые надо все соблюдать, понять, что это и есть сущность бытия, познать эту сущность, она в тебе, на самом деле, просто с ней, как говорит, примиритесь с Богом, вот, примириться с этим учением, с этим мыслям, с этим мировоззрением, и жить согласно ему, и все тогда будет хорошо, ну, в мире, в лежащем возле, будет жизнь, конечно, крестоносительная, страдальческая, отчасти, а может, от многой части, но, в оконцовке все праведники будут блаженствовать в райских кущах, да, вот, поэтому, как-то воскресенье, конечно, идет распятое воскресшего, воскресенье, это все хорошо, но главное, это любовь, потому что, опять же, воскресенье, это, как и свобода, вот, единственная разница между этими тремя сущностями бытия, бессмертие и свобода, человек, по сути, ей обладает, да, мы можем, то есть, я свободен настолько, что человек может отказать от своей свободы, стать рабом, элементарно, кто отказывается от своей свободы выбора, правы, из-за трусости, еще что-то, даже, я даже свободен отказываться от своей свободы, да, делаясь чьим-то рабом, духовным, телесным, душевным, психологическим, какому угодно, у вас, может, собственный горький опыт, в окружающих это видите, в истории знаете, да, все доживают там свободен, но хочу я или нет, я свободен, то есть, даже отказываясь от свободы, я оказывается свободен, то есть, не бывает, это природа, просто согласившись с ней, приняв ее, поняв, что я свободен, я сам обретаю полноту, счастье, у меня все стоит на своей полочке, бессмертие, то же самое, хочешь ты не хочешь, он общается с грешниками, кто там отвергает бессмертие, хочешь не хочешь, он все равно не умрет, конечно, ты ему говоришь, что ты не умрешь, вопрос, что будет с тобой дальше, ведь смысл жизни в чем, в жизни, нет, очень часто так говорят, смысл жизни в благой, в счастливой жизни, в благу бытие, на гречески, лат, если выражаться, по-русски, в счастливой жизни, в адской жизни, нет никого смысла, спросите людей или себя, может, сами такую жизнь живете, если нету здоровья, там, не знаю, денег ни копейки, там, прообощены вы, вот именно телесно, или там, душевно, в психологическом, сексуальном, рабстве, кто-то может находит, спросите у любых, кто прожил какую-нибудь действительно ужасную жизнь, живет в каких-то, там, горячих точках, будучи нормальным человеком, просто родившись там, где все целыми днями режут друг друга, это разве, он скажет жизнь, скажет, не, упаси меня Бог, от такой жизни, многие оставляют такую жизнь, или бегут, или не получается, или заканчивают, неизвестно как, или им помогают ее закончить, это разве жизнь, нет, он скажет, нет, в такой жизни нет смысла, смысл жизни, в счастливой жизни, это очень важно, а как может быть счастливая жизнь, без любви, поэтому, без смерти, ты просто опять, если ты принимаешь, у тебя все становится на свои места, поэтому, свобода и бессмертие, это, ты им просто обладаешь, кричать всем на лево и направо, Христос воскресе, ну и что, ну скажешь, ну хорошо, воскрес, ну хорошо, я бессмертен, ну и что ты хочешь от меня, сам пошел, да, зарезал соседа, вечно живет, вечно, да, они и бесноватые люди, и злые люди, они мечтают изобрести эликсир бессмертия, что-то в своих злодеяне их вечно закосневать, да, имея какие-нибудь жертвы перед собой, так что жизнь без любви не имеет никакого смысла, поэтому цепочка здесь выстроенная, приповеду Христа распятого, а вот любовь, это свободный выбор человека, свободный, перед лицом смерти человек может орать, ну видимой вот этой телесной смерти, я его убью, я все равно всех перережу, ты его хоть там будешь сковывать, да, все, человек уже с помраченным умом, и наоборот, вот живой пример у нас, Христа, перед лицом мучительной смерти, до этого еще куча мучительных истязаний, ты пребываешь в любви, вот, вот два разных, две разных сущности, два разных события, два разных мира, в которых люди живут, в каком мире каждый из нас хотел бы очутиться, очутиться для меня, уже давно, больше 10 лет, ответ очевиден, я хочу жить и пребывать там, где все друг друга любят, в царстве божьем, как о царстве кающихся грешников, как там у православных, которые, протестанты, или спасенных, святых по вере, да, а сами там неизвестно, чего творят, нет, самых настоящих, святых, святых, спасенных людях, только в каком смысле, святость и спасение, может быть, только в одном, в совершенстве, в любви, ко всему Божьему творению, или к Богу во всем творении себя проявляемо, вот в чем единственное, ты можешь достигнуть совершенства, святости, зрелости Христовой, это в любви, к Нему во всем его творении, ибо любящие его творения, а он во всем, в природе, животных, ангелах, бесах, злых, добрых людях, во всем проявляется, и в любви к этому, ты проявляешь свою любовь, к самому Богу, вот так вот, поэтому, воскресение, не на вершине, горы, Христового учения, да, главное любовь, остальное все, избрав любовь, ты сам изберешь себе, свободно, добровольно, ты сам обретешь полноту, свободы, внутри счастья, ну и бессмертие, хотя, говорю, ты им уже обладаешь, вот так вот, надеюсь, на этом у меня все, надеюсь, было понятно, если когда-нибудь еще подобное, я говорю, конечно, было-то неплохо сюда, каких-то пару вопросов, еще я помню, вот эти приблизительные, такие комментарии, или вопросы в комментариях, где-то мне в личку, вот я постарался, что на память приходило, так сказать, поговорить, вот, что, зачем, а, вот, да, и по поводу, вот он сказал, что, Жека, что крестами уставлено, там, все эти, ну, про кладбище, получается, имел в виду, но у меня есть ролик, если, ну, я забуду, конечно, я же не слушаю свои ролики, потом по кругу, пишите мне в комментарии, поделиться ссылкой на ролик, древо жизни, я, по-моему, назвал, про прах, там, картинка с деревом, такая, я дам, найдете, вот, послушайте, это мое мнение по поводу того, какими должны быть вообще христианские кладбища, должны ли они быть вообще, в общем, вы поняли суть вопроса, а там я дам ответ, вот, по поводу всех этих, потому что я сам, несмотря на то, как видите, весь в распятиях и в крестах, и не против этого, и во внешнем, и имеют не только на себе, и там, картины какие-то, пожалуйста, да можешь, конечно, человека закопать и сверху в распятии, поставить, ну, или крест, как угодно, ну, против, я, конечно, того, что я вижу, там, я высказал спротив, я считаю, немножко не так надо делать, вот так вот, поэтому, по поводу уставленных тоже, ну, да, это вопрос такой, но, опять же, люди свободные, ну, не нравится тебе, ты не ставь, да, для многих это, это, это очень важно, тут такая проявляемая свобода, которая тебе, она никак не вредит, каждый человек, да, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, вот, но это его свобода, да, когда он в твою вторгается, и понятно, можно придумать, ой, я иду, он же вторгся, он же в моем, в мое поле зрения попал, что ты, да, но это уж извините, это перегиб, ты же не царь, что в твое поле, ты же не выше этого человека, вы равны, у каждого человека, хочешь не хочешь, есть свои два метра под землей, в оконцовке, да, где-то же его надо, ну, кто-то, я там не против, сжигание, все, ну, просто, образно говоря, хорошо, есть там у этих людей традиция, тебе от этого не хорошо, не плохо, не смотри, тебе же есть выбор, отвернуться, достаточно такой выбор, понятный, простой, действительно, сразу все у тебя хорошо, вот, то есть тут, надо понимать, это надо просто все с чистым сердцем рассуждать, если у тебя заведомо грязные помыслы, зло, да, то ты, конечно, ничего не поймешь в жизни, если у тебя чистое желание, вот, то ты все поймешь, и все сможешь раскладывать, как Павел говорит, что грешник и плотский, ни о чем не судит, потому что ничего не понимает, а духовный судит обо всем, и все может разложить и понять, очень легко, вот так вот, поэтому по поводу тоже там крестов, в частности, на кладбищах, ну, там, публичное место, и опять же, одному, другому, язычник там уж захотел, символ солнца вставить, это его дело, вот он на эти, он эти два метра там, я образно говорю, два метра под землей, и сколько там площади наверху, да, купил, кто-то плиту мраморную вставит, кто-то фотографии лепит этих людей, кто-то просто имена, где-то они одинаковые, как там где-то я, в России все кривое, все такое, конечно, все по госту кладбище, это, конечно, без слез не взглянешь, посмотри на какие-нибудь европейские, там все как, чистый газончик, все ровненько, вот так прям, плиточка в плиточку смотрит, кому-то может, это супер, правильность не нравится, кому-то нравится, вон, русская анархия, где все там, абы-тяп-ляп, все косое, кривое, да, кому-то что, это, конечно, тут уж дело, ничего не поделаешь, так что, к этому надо немножко проще относиться, но каждый имеет право, это как у каждого своя земля, вот бардак на участке, у кого-то все ровненько, у кого-то средненько, вот, потому что понятие бардака, вообще понятие красоты, я об этом много раз говорил, буду уже заканчивать, это, это не хорошо и не плохо, красота, она не имеет границ, добро и зло, вот что такое, причем я говорю, никогда меня этого несчастного у меня, вот ущемило это, нет, настоящее зло, мы знаем, что такое, когда тебе его действительно причиняют, это то, что кто-то не такой, как ты, или делает не то, что как ты, никому не причиняет страдания, сам от этого испытывает радость, тебя он может, так скажем, видом там, напрягает, ну, и у каждого есть свой клочочек жизни на этой земле, и он волен им распоряжаться, это очень важно тоже понять, но об этом у меня есть другие ролики тоже, о творчестве, у меня целый плейлист тоже я назвал, там не так много роликов, кому интересно, посмотрите, не путайте, красоту и добро, это немного разные вещи, все, на это у меня все, всем желаю всего самого доброго, светлого, чистого в вашей жизни, достигнуть познания истины, стать святыми, то есть абсолютными, абсолютными любовьями, 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 ко всему живому, Божьему творению, применяемому, и к природе, и к животным, и к людям, все, пока-пока, до встречи в следующих роликах, – субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok